Три человека погибли в Испании в результате нашествия шторма Глория. На страну обрушились сильные ветры, дожди и снегопады. Местами сильные холода. Предупреждение об опасности погодных условий выпустили более чем в 30 провинциях. Основной удар стихии пришёлся в понедельник на Валенсию, на побережье Средиземного моря и на Балиарские острова. Как сообщает Национальное метеобюро Испании, в провинции Валенсия скорость ветра достигала 115 км в час, а волны были высотой в 8 метров. Дети не пошли в школы. Сотни километров дорог были перекрыты. В провинции Авела в Центральной Испании 63-летний мужчина скончался у себя дома после того, как на него упала черепица, которую сдуло с крыши порывом ветра. Об этом сообщили местные власти. А в Гандии, недалеко от города Валенсия, насмерть замерзла 54-летняя бездомная женщина. И третья жертва – в северо-западном регионе Астурия. Мужчина попал под машину, когда на заснеженной дороге ставил цепи на колёса. Шторм Глория также привёл к закрытию аэропорта Аликанте на востоке страны. Отменено около 200 рейсов. Не менее 75 заключённых бежали из тюрьмы в городе Педро-Хуан-Кабальеро на парагвайско-бразильской границе. В числе беглецов члены крупнейшей в Бразилии криминальной группировки – первая столичная команда. Преступники прорыли тоннель, который начинается на первом этаже тюрьмы. Грунт складывали в мешки, которые хранили в камере. При этом бежали и заключённые с верхних этажей. «Есть 75-76 человек, которые должны находиться в тюрьме. Но эти 76 человек бежали. Что-то пошло не так. Этого нельзя отрицать. Теперь нужно найти виновных и решить проблему. Мы постараемся поймать беглецов и найти виновных». Министра юстиции Парагвая сообщила, что директор тюрьмы и шесть сотрудников тюремной администрации уволены. По её мнению, невозможно было не заметить готовящегося побега. Она подозревает, что преступники подкупили тюремное руководство. Парагвайские следователи полагают, что беглецы ещё не покинули страну. Бразильские власти временно перестали пропускать людей через КПП на границе с Парагваем. Город Педро Хуан Кабальера считается транзитным пунктом для незаконного оборота наркотиков. Здесь действует несколько банд, включая первую столичную команду. В неё входят 13 тысяч членов. Половина из них находится в тюрьмах. «Ненависть прошлого постоянно распространяется, как пожар в поле. Уроков истории никто не усвоил. Ненависть похожа на эпидемию». Вера Кригель-Гроссман читает стих собственного сочинения. На её руке по-прежнему видна татуировка с номером нацистского концлагеря «Освенцем». Она одна из выживших, которых становится всё меньше. В возрасте шести лет над Верой и её сестрой-близнецом проводил псевдонаучные эксперименты доктор Йозеф Менгеле. Его вселяющие ужас чудовищные практики принесли ему прозвище «Ангел смерти». «Я победила, несмотря ни на что. Я здесь, посмотрите, я здесь». В преддверии 75-й годовщины освобождения Освенцема женщина поделилась своими воспоминаниями с группой экскурсоводов в Мемориальном музее Холокоста в Израиле. Она вспомнила, как её держали в клетке голой, как делали болезненные уколы в спину и как били, если плакала. А ещё она вспомнила страдания и смерть других детей. Концлагерь освободили 27 января 1945 года. В целом, в ходе Холокоста было убито 6 миллионов евреев. Авраам Харшалом оказался среди выживших. Сегодня ему уже 95 лет, но воспоминания о страшных временах по-прежнему свежи. «Во-первых, спустя 20 лет после войны все выжившие в Холокосте, особенно заключённые Освенцема, вообще не говорили. Мы не говорили, поскольку люди не верили, что мы говорим правду. Во-вторых, они стали спрашивать. Послушайте, если всё было так плохо, как вы вообще выжили? И история выживания очень сложная. У каждого человека она своя». На его руке больше нет номера из концлагеря. Мужчина решил вывести татуировку. Теперь память о нём он хранит в рамке на столе. «Все спрашивали, что это такое, не понимали, что за номер. Потом я решил, что, наверное, его стоит убрать». В день освобождения Освенцема в мире также отметят Международный день памяти жертв Холокоста. Война во Вьетнаме давно закончилась. Но во многих провинциях страны люди по-прежнему натыкаются на мины, оставшиеся со времён боевых действий. Кто-то гибнет, кто-то лишается конечностей. В провинции Куанг-Чи снарядов особенно много. Местный житель Нгуэн Ван Тхеп наткнулся на мину во время прополки своего участка. В результате взрыва лишился глаза, а ещё осталось много шрамов. «В поле мы выращиваем и рис, и ботат, и маниоку. Но урожай всегда был плохим, потому что мы не можем вспахивать землю. Здесь много бомб, особенно опасных кассетных мин. Они повсюду». Однако сейчас ситуация изменилась. Помогла волонтёрская организация из Калифорнии. Она очистила землю. Теперь Нгуэн может выращивать ценный перец и хорошо зарабатывать. «Вместе мы превратили бывшее поле боя в зелёные безопасные плантации. Теперь не нужно волноваться, когда выходишь работать». По данным властей Вьетнама, мины заложены более чем на 80% территории бывшей демилитаризованной зоны, которая когда-то разделяла коммунистический север и демократический юг страны. На очистку почвы могут уйти десятилетия. Однако для многих бедных семей фермерство – единственный способ прокормиться. Американская благотворительная организация говорит, что помогла более миллиону фермеров по всему миру. «Мы поняли, что бизнес-модель должна ещё больше расшириться. Нам нужно экспортировать свежий фрукт и свежий перец на новые рынки». Благодаря программе работать смогли даже люди с серьёзной инвалидностью. Так, 37-летний Нгуент Хенге выращивает продукцию, несмотря на то, что в 10 лет потерял из-за взрыва мины оба глаза и руку. На швейцарском горнолыжном курорте Давос начал свою работу юбилейный Всемирный экономический форум. Он проходит уже в 50-й раз. С приветственными речами выступили основатель мероприятия Клаус Шваб, а также председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Я очень горжусь этим сообществом, поскольку эти люди по-прежнему верят во взаимосвязанность этого мира, в тот факт, что мы взаимозависимы. Я горжусь, что они верят в силу и действие. Эти люди готовы вместе работать, чтобы делать мир лучше». «Слишком долго человечество забирало ресурсы из окружающей среды, а взамен производило загрязнения и отходы. Я уверена, что мы можем подстроить экономику под нашу планету. Мы можем перестроить развитие человечества с фокусом на защиту нашего дома. Но мы можем сделать это только вместе». Всемирный экономический форум – это собрание мировой бизнес-элиты и политических лидеров. В этот раз одним из главных спикеров мероприятия станет президент Дональд Трамп. В прошлом году он участвовать отказался. Между тем, Международный валютный фонд на полях саммита уже представил прогноз экономического роста на текущий год. Согласно нему, темпы роста будут немного ниже, чем ожидалось ранее из-за замедления экономики Индии и других развивающихся стран. Между тем, хорошим знаком стало налаживание торговых отношений между США и Китаем. МВФ прогнозирует, что в 2020 году темпы роста глобальной экономики достигнут 3,3%. Это на 0,1% ниже, чем предполагали в октябре. Близнецы всех возрастов пришли на открытый стадион в шри-ланкиском городе Коломбо. Они хотят побить рекорд Гиннесса по числу близнецов, собравшихся в одном месте. «Услышав эту новость, я подумала, что мы, близнецы, должны пойти и поучаствовать. Мы лично несем за это ответственность, поскольку быть близнецом – это самое лучшее, что может случиться в жизни». «Собрать со всей страны близнецов и провести такое мероприятие – хорошее дело. Это необычный опыт. Очень приятно видеть столько близнецов». Организаторы насчитали 12,5 тысяч человек. Предыдущий рекорд установили в 1999 году в Тайбэе. Тогда там собрались 8 тысяч 4 близнеца. Данные из шри-ланки направят в Комитет Книги рекордов Гиннесса и будут ждать подтверждения. После подсчёта близнецов в Колумба состоялся концерт с участием двойняшек. В январе марокканский пляж Тагазут почти пуст. Зато в прибрежных водах Атлантического океана десятки серфингистов ловят волну. В зимние месяцы это место для них превращается в райский уголок. «В январе такой погоды в Европе нет. А здесь прекрасно, можно загорать. Тагазут благодаря волнам идеален для серфинга. Это здорово. Я новичок, но приезжаю в Марокко очень часто». В основном сюда прилетают из северных европейских стран. «Они не боятся волн. Здесь есть несколько мест для профессионалов. Но также есть места для начинающих и ещё не очень опытных серфингистов. Благодаря этому они постепенно улучшают навыки». Когда-то Тагазут был просто рыбацкой деревней. В 60-х годах сюда начали приезжать серфингисты, и всё изменилось. «Раньше серфингом занимались только туристы и лишь несколько марокканцев. Со временем в Тагазуте становилось всё больше туристов. Поскольку этот вид спорта очень популярен здесь. У нас также появляется всё больше клубов и ассоциаций серфинга». Жизнь деревни почти полностью перестроилась, чтобы отвечать нуждам туристов. Магазины и пункты проката для серфингистов есть на каждой улочке. «Этот магазин был первым кафе и рестораном в Тагазуте. Им управлял мой дедушка, который одновременно был рыбаком и ресторатором. Он продавал таджин. Теперь это магазин с товарами для серфинга». Тагазут находится в 20 километрах от города Агадир. Туризм теперь – важная отрасль местной экономики. Когда иракская девушка Сабрин приходит в онкологическую больницу в Басре, лица маленьких пациентов озаряются улыбками. Звучит музыка, и дети снова вспоминают, что значит радоваться и веселиться. В 10 лет Сабрин заболела раком и три года лечилась в этой же больнице. Ей удалось победить болезнь, и теперь она помогает другим детям. «Я общаюсь с ними, помня, что пережила в детстве. Я прошла через то же состояние, в котором они сейчас». Девушки помогают четверо волонтёров. Один из них тоже излечился от рака. Они приходят в больницу четыре раза в неделю, играют и общаются с больными детьми. «Сабрин приходит постоянно, играет с маленькими детьми в палатах, облегчает их страдания и приносит им подарки». Такую помощь очень ценят и родители страдающих детей. Сабрин всегда приходит на помощь, когда пациенты отказываются от еды или процедур. «Сабрин приходит, играет и разговаривает с ребёнком, отвлекает его игрушками, когда идёт сеанс химиотерапии. Он даже не замечает процедуры. Я благодарна ей». Сабрин также вдохновляет самих родителей. «Я советую им выглядеть радостными и танцевать. Это даёт стимул детям. Они становятся активнее, меньше унывают. Уны не ослабляет иммунитет. Чтобы укрепить его, нужно петь, танцевать, есть и веселиться». Медики тоже рады помощи. «Она поддерживает матерей, которые приезжают сюда с детьми. Она рассказывает им свою историю о том, как страдала и как выздоровела. Эффект очень хороший». Девушка также собирает пожертвования для больницы от частных лиц и организаций. Кроме того, вдохновляет маленьких пациентов брать в руки кисти и карандаши, а потом продаёт их рисунки. Эти деньги тоже идут на лечение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова